Вы любите ювелирные украшения? Вот прямо сейчас посмотрите на клеймо. Ведь даже если оно выглядит вполне достоверно, это еще не означает, что проба подлинная, государственная. На днях полицейские задержали ювелира, настоящего, а вот клеймонные изделия он ставил фальшивые. Об объемах производства расскажет Евгений Ильин. Что случилось-то? Что случилось? Язык от страха проглотил, это сейчас про него. Мужчина буквально не может выговорить ни слова. Ну, что делать? Осуществляете какую деятельность? Впрочем, говорить придется. И в конце концов задержанный предельно точно и честно характеризует род своей деятельности. Чем занимаетесь? Подделываю государственную клейму. Каждый, у кого есть хоть какое-то ювелирное изделие из драгметаллов, знает, что если приглядеться, на нем можно увидеть пробу. Это и есть государственное пробирное клеймо. Как следует из названия, ставить его может только государственный инспектор. И этот значок на цепочке или кольце гарантирует, что ваша драгоценность проверена, и содержание в ней золота или серебра не меньше, чем указано на клейме. Продавать ювелирное изделие без пробы нельзя. Этот приятный, интеллигентного вида мужчина пять лет подделывал государственные клейма. Дело было поставлено профессионально, с размахом. Все автоматизировано, станки, подключенные к компьютеру. А значит, это все, что если вы покупали за последние пять лет ювелирные изделия из золота или серебра, вы уже не можете быть уверены, что в них ровно столько драгметаллов, сколько указано на пробе. Или что они вообще драгоценные. Обнаружено оборудование, которое предназначено для изготовления и нанесения оттисков поддельных клейм. Именники производителей ювелирной продукции. Более 350 поддельных клейм, а также около 500 изделий с оттисками государственных пробирных клейм, вызывающих сомнения в их подлинности. Полицейские установили уже около десятка салонов, в которые уходили ювелирные изделия с поддельными пробами. Эта работа продолжается. Ищут и соучастников подпольного мастера, который все свои действия, кстати, объясняет ничем иным, как крайней нуждой. Вы знали, что клеймы запрещено подделывать? Да, знал. И зачем пошли на это? Денег нет. Просто. Зато теперь деньги предприимчивому мужчине понадобятся, видимо, не скоро. По статье 181 Уголовного кодекса за подделку государственных пробирных клейм ему грозит до трех лет тюрьмы.